Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Мы озвучиваем по порядку Новый Завет, наше издание, с толкованием Блаженного Филакта и с комментариями. Вот как это выглядит, очень интересное издание. Первое изданное такое, что здесь же и откровение, толкование откровения. Откровение, это 430 страниц, занимает третьем томе. В каждом том, 752 страницы. И кроме того, здесь сразу показать, долго трудились над этим. 230 гравюр Гестава Дореф, цветные, с подписью, с какого места Библии. Тут работали три человека, долго, больше года. Вот, вот, 10 фотографий тут еще есть из классики. Итак, номер 13. 13-й ролик в Евангелии от Луки. От Луки 12.35.40. Да будут чесла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, только сотворить ему. Блажены рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блажены рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который сейчас придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который сейчас не думаете, придет Сын Человеческий. Толкование Феофилакта Блаженного. Господь, сделав ученика своего свободным от лишнего, упразднив от всякой житейской заботы и надмения, и таким образом, сделав его легким, делает его уже и слугой. Ибо кто желает служить, тот должен быть легким и расторопным. Поэтому говорит, да будут чресла ваши припоясаны. То есть вы всегда являетесь готовыми на дела своего владыки, и светильники горящие. То есть не живите во тьме и без рассуждения, но свет разума пусть указывает вам все, что должно и что не должно делать. Итак, мир сей есть ночь. Припоясанные по чреслам суть ведущей деятельную жизнь, ибо таково одеяние рабочих. Им нужны еще и светильники горящие, ибо при деятельной жизни нужны дарования рассуждения. То есть, чтобы и деятель мог распознать не только то, что должно делать, но и то, как должно делать. Ибо многие и делали доброе, но делали нехорошо. Таковы хотя и были припоясаны по чреслам, поскольку они действовали, но светильников горящих не имели, то есть не имели разумного рассуждения, а впадали или в гордость, или в другую пропасть безумия. Примите то, что прежде припоясывается чресла наши, потом светильники зажигаются. Ибо прежде бывает деятельность, потом созерцание, которое есть озарение ума нашего. Ибо светильник ум наш тогда называется горящим, когда сияет в нем свет Божий. Итак, будем тщательно упражняться в добродетели, чтобы нам иметь горящими оба светильника наши. То есть слово внутреннее и слово произносимое. Внутреннее – все озаряющим в душе, а произносимое – блистающим на языке. Ибо внутренний светильник нас просвещает, а слово учительское и произносимое светит прочим. И мы должны быть подобны людям, ожидающим возвращения своего господина с брака. Кто же иной этот господин, как не Христос и Иисус? Он, восприняв человеческую природу, как бы невесту, и соединив с собой, сотворил брак, прилепившись к ней в плоть едину. Да и не один брак творит он, а многие. Ибо на небе каждодневно уневещивает себе души святых, которые Павел, или подобный Павлу, представляет ему чистыми девами. 2 Коринфянам 11, 2 Возвращает сон с небесного брака, может быть, открыто перед всеми, при кончине вселенной, когда придет с неба во славе Отца. А может быть, невидимо и неожиданно, являясь во всякую пору, при кончине каждого в частности. Итак, блажен тот, кого он найдет припоясанным по чреслам, то есть готовым служить Богу, деятельной частью христианского любомудрия, и имеющим горящий светильник слова и рассуждения, не только творящим доброе, но творящим оно и хорошо, и сверх того, принявшим созерцание, как бы некоторый светильник. Ибо через припоясание по чреслам у нас становится горящим и светильник созерцания, и даже два светильника, внутренний и износимый вовне. Для такого слуги сам Господь становится слугой, ибо сказано, и посадит их, и, подходя, станет служить им. Бог припоясывается, потому что не всю полноту благ источает нам, но сдерживает оную. Ибо кто может вместить Бога, каков Он есть? Это видно и на серафимах, которые покрываются от превосходства божественного света. Исайя 6.2 Добрых рабов Он полагает на ложе, то есть всех во всем успокаивает. Ибо как лежащий на ложе все тело успокаивает, так и в будущее пришествие все святые будут успокоены во всех отношениях. Здесь они не находят вдохновения для тела, а там вместе с душами и тела их духовные и божественные, наследовав нет лени, будут наслаждаться совершенным покоем. И Бог будет все во всех их. 1 Коринфянам 15.28 2 Коринфянам 15.30 1 Коринфянам 15.30 2 Коринфянам 15.30 2 Коринфянам 15.30 3 Коринфянам 15.30 3 Коринфянам 15.30 5 Коринфянам 15.30 5 Коринфянам 15.30 5 Коринфянам 15.30 5 Коринфянам 15.30 6 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 Коринфянам 15.30 7 Коринфянам 15.30 Кто верный, благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставить его. Полкование. Петр, как обо всех заботящийся и по братолюбию ревнующий о пользе слушателей, и как получивший уже церковь свое доверие, спросил Господа, ко всем ли он говорит эту притчу. Господь ясно не отвечает ему на вопрос, а прикровенно показывает, что хотя сказанная притча обща и простирается на всех верующих, кто бы они ни были, но относится и к вам, апостолам. И вообще удостоенным учительства или предстоятельства. Слушай, кто верный и благоразумный домоправитель? Вышесказанная притча говорит многим прилично, а теперь говорит о тех, которые удостоены предстоятельства. Недоумеваю, кто окажется имеющим то и другое, то есть верность и благоразумие. Ибо таковы редки, и трудно находить их. Как управление обыкновенным имением, если кто верен своему господину, но неблагоразумен, тот расточает имение господина, ибо не умеет распоряжаться им, как должно. Когда нужно давать, не дает, а гораздо больше теряет. И равным образом, если кто благоразумен и находчив, но неверен, тот может быть вором и тем менее уловимым, чем более он благоразумен. Так и в божественных предметах нужны вместе верность и благоразумие. Ибо я знаю многих, которые, по-видимому, и усердны к добродетели, и богобоязливы, и имеют веру, но поскольку не могли благоразумно распоряжаться церковными делами, повредили не только имение, но и душам. Например, если кто впадет в духовное преступление, но предстоятель не будет благоразумен, а будет иметь только веру, то есть добродетель бессознательную, то падший может потерпеть вред или от непомерной строгости, или от неуместной кротости его, и не уврачуется, но сокрушится. Итак, кто будет найден верным и благоразумным, тот поставлен будет над слугами Господа, то есть над всеми рабами его, чтобы каждому в свое время раздавать определенную меру хлеба, то есть или догматическое учение, которым питаются души, или образец деятельности и начертания, как должно жить. Если он будет найден поступающим так, то блажен, и Господь поставит его над всем имением своим, не только над рабами, но и над всем поставит его, удостовь его высшей степени, так что ему будет покоряться земное и небесное, каковы были, например, Иисус Новин и Илья. «Один из них повелевал солнцу, а другой – облакам небесным» – Новин 10.12 и 3.17.1. «Да и все вообще святые, как друзья Божии, пользуются достоянием своего друга. И у друзей обыкновенно все бывает общее» – Деяние 4.32. «И всякий, кто при безмятечной жизни упражняется в деятельные добродетели и подчиняет себе рабские страсти, гневы, похотения, давая каждой из них в свое время определенную меру пищи, гневу, например, ненависть к ненавидящим Господа и раздражение против врагов Его» – Солом 138.21. «Похотению – заботу только о необходимом для плоти, о всецелом стремлении к Богу, всякий таковой блажен. Он достигнет и созерцания, и будет поставлен над всем имением сущему Господа. Он удостоится созерцательным умом зреть и наблюдать все, не только существующее, не само по себе, но и то, что в собственном смысле существует, то есть вечно». Лука 12.45.46 «Если же раб тут скажет в сердце своем, «Нескоро придет Господин мой и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными». Толкование «Горе таким рабам, которые, получив дарование духовного настоятельства, губят веренное им домостроительство, пьют и упиваются. Будешь ли понимать все и о чувственном пьянстве, ибо и это случается с худыми настоятелями церквей, растащающим имение бедных, или будешь разуметь под пьянством развращение ума в учении и распоряжение имения. Такие предстоятели бьют слуг и служанок, то есть, соблазняя слабейших членов церкви, убивают их совесть. «Ибо слабый и малодушный, увидев, что я, архиерей, веду худую жизнь, соблазняется с ним и убивается с совестью, принимает удары в сердце и делается еще слабейшим. А все это случается с луковым рабом от того, что он в сердце своем сказал, «Не скоро придет Господин мой!» Ибо такого рода поведение происходит от беспечности и неразмышления о части кончины. Если же бы мы содержали в мысли, что Господь идет, что при дверях кончина мира и конец нашей жизни, то мы грешили бы менее, рассечет его, то есть, лишит дарования учительства, чтобы кто-нибудь не подумал, что дарование – это поможет ему избавиться от сильного наказания. Он говорит, как поможет ему дарование, когда он в то время не будет иметь его? «Ибо быть рассеченным пополам – значит быть лишенным благодати. Таковой, будучи плотью, а не духом, окажется тогда достойным сожаления, поскольку по апостолу мы тогда живем по духу, когда дух Божий живет в нас» – римлянам 8.9. «А кто найден будет ходившим не по духу, но по плоти и непричастным к духовной жизни, тот поставится в ряду с неверным, поскольку осудится с миром неверным, как не получивший никакой пользы от мнимой веры. Поэтому справедливо часть его полагается с неверными, ибо лишенный дарования и разоблаченный он оказывается поврежденным, а не совсем целым». Лука 12.47-48 «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». Толкование Здесь Господь представляет нам нечто более важное и ужасное. Таковы, говорит, не только дарования лишиться и не найдет воном пособия к освобождению от наказания, но величие достоинства сделает его повинным еще большему осуждению. Ибо чем более знает согрешающий, тем больше он заслуживает себе наказания. Через это Господь показывает, что наказание, заслуженное учителями, будет больше. Учителям дается и вверяется. Дается, например, дарование творить чудеса, вращевать болезни. А вверяется им дарование слова и учительства. Господь сказал, больше взыщет. Не при слове дается, но при слове вверяется. Ибо при даровании слова поистине нужно делание, и с учителя взыскивается больше. Он не должен оставаться беспечным, но должен приумножать талант слова. Итак, слова, и от всякого, кому дано, ты должен разуметь так, кому много отдали в рост. Ибо предметом, отдаваемым под сохранение, здесь он назвал рост. Иные спрашивают. Пусть так, что справедливо наказывается знавший волю Господина и не делающий по ней, но почему он, оказывается, тот, кто не знал? Потому что и он мог узнать, однако же не захотел. А по беспечности сам сделался виновным в незнании. Итак, он достоин наказания за то, что добровольно не узнал. Устрашимся, братья! Ибо если тот, кто совершенно не знал, достоин наказания, то какое извинение оправдается грешающих признаний, особенно если они были учителями? Подлинно осуждение их очень тяжело. Лука 12.49.50 Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока себе совершится! Ибо слово есть огонь, поедающий всякое вещественное и нечистое помышление, и истребляющий идолов, из какого бы ни были они вещества. Разумеется, и ревность по добру, возгорающаяся в каждом из нас. А может быть, и ревность, порождаемая Словом Божиим, не разнится от первой? Господь желает, чтобы сим-то огнем возгорелись сердца наши, ибо мы должны иметь пламенную ревность по добру. И как желал бы иначе! И сколько сильно желаю, чтобы он уже возгорелся! Ускоряет возжжение огня! Всего подобного, как и Павел говорит, духом пламенейте! Римлянам 12.11 И в другом месте «Ревную о вас ревностью Божией!» 2 Коринфянам 11.2 «Крещением называет смерть свою, так как огонь этот имел возгореться не иначе, как после смерти его, ибо оттуда возросла проповедь и ревность, то присовокупляет речь о смерти, называя ее крещением, сильно желая ее, говорит, и как-то млюсь! То есть, сколько я забочусь и томлюсь, пока сие совершится! Ибо я жажду смерти за спасение всех! Господь пришел низвести огонь не только на землю, на которой распространилось его учение и вера, но и на душу каждого, которая сама по себе есть терновная и бесплодная земля! Но Словом Божиим возжигается, как бы огнем, и становится способной к принятию божественных семян и духовно-плодоносной! Ибо когда благодать Божия невидимо коснется чьей-нибудь души, то, кажется, она горит такой любовью к Богу, что нельзя и сказать! Так точно и Клеопа с его спутником! Воспламеняемые невидимо огнем Божьей благодати говорили! Не горело ли в нас сердце наше? Лука 24, 32 Кто испытал такое состояние, тот поймет слова наши. А многие и часто испытывают оное при чтении Божественного Писания или житий святых отцов, то при убеждении и поучении от кого-нибудь, воспламеняясь душами к деланию добра, и одни пылают до конца, а другие тотчас же охладевают! Комментарий Игнатия Лапкина Тернии греха удобнее всего сожигать, пожигать сразу, обнаруживая отступление от Слова Божия. Чтение Священного Писания без всякой исповеди, без духовников и старцев, мгновенно может человека поставить на колени. Но когда вскрыли Слово Божие, сердце превратилось в поле, заросшее терновником. И это хорошо знают все священники, что они непрерывно слышат исповедание одних и тех же грехов, и паства их почти совсем не отличается от мира. За каждым пустяшным случаем в жизни прихожане обращаются к священнику и держатся за него, как за стенку. И батюшкам это нравится. Этим создается их ложный, дутый авторитет. Чего проще взять святильник в Слово Божие и во свете Библии умолять Духа Утешителя, чтобы Он высветил у каждого конкретно все грехи и помог возненавидеть их. Но священники пошли другим путем, абсолютно не евангельским. Заняли место Христа, сели на Моисеевом седалище. Для людей стали как бы языческие оракулы и постоянно повторяют одно и то же. Чаще исповедуйтесь и причащайтесь, непрерывно исповедуйтесь, имейте своего духовника. А задача священников состоит как раз в том, чтобы народу указать на Христа. И Господь Сам просветит разум людей и Духом Святым пожжет терновник греха. Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими, это поле, которое заросло кустарником и через которое путь покрыт терном, так что человек проходить не может. Оно оставляется и обрекается огню на истребление. Евреям 6.8 А производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Лука 12.51.53 Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Христос есть мир наш. Ефесянам 2.14 Однако же говорит, не пришел дать мир, значит, слова его загадочны. Итак, мы говорим, что не всякий мир беспорочен и добр, но часто бывает опасен и удаляет от божественной любви. Например, когда мы заключаем мир и согласие на опровержение истины. Христос не пришел дать такого мира, а, напротив, желает, чтобы мы из-за добра разделились друг против друга, что и случилось во время гонений. Ибо в одном дому отец-язычник разделялся против верующего сына, и мать против дочери, и наоборот. Как он сказал, что пятеро в одном доме станут разделяться, а при исчислении помянул шесть лиц? Отвечаем. Одно лицо взято дважды, именно дочь и невестка, одно и то же лицо. По отношению к матери названо дочерью, а по отношению к свекрови невесткой. Итак, трое, это отец, мать и свекровь, станут разделяться против двоих, сына и дочери. Под отцом и матерью и свекровью, разуми, пожалуй, и просто все ветхое, а под сыном и дочерью все новое. В таком случае Господь желает, чтобы его новые божественные заповеди и учения обороли все наше ветхое, греховные нравы и учения. Итак, не всякий мир и согласие добро, но бывает, что вражда и разделение кажутся некоторым божественным делом, поэтому никто да не пребывает в дружбе с лукавыми, но хотя бы отец и мать оказались противниками закона Христова и с ними, как врагами истины, должно враждовать. Лука 12, 54, 59 Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, будет дождь, и бывает так, и когда дует к южный ветер, говорите, зной будет, и бывает, лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете, не узнаете. Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не пришел, не привел тебя к суде, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушке. Так говорит, последней полушке не отдашь. Толкование. Поскольку Господь вел речь о проповеди и наменовал ее огнем и мечом, то очень вероятно, что слушатели, не понимая значения слов его, смутились. Поэтому он говорит, как перемены в воздухе вы распознаете по некоторым признакам, так и мое пришествие вам должно было признать признаками. Так и мое пришествие вам должно было признать из того, что я говорю и что делаю. Мои слова, подобные как и дела, показывают во мне противника вашего, ибо вы мытарь и похитители, а я не имею где голову преклонить. Лука 9, 58 Поэтому как по тучи вы предвозвещаете дожди и по южному ветру жаркий день, так следовало вам распознать и время моего пришествия и догадаться, что я пришел не мир дать, но дожди смущения. Ибо я и сам есть облако и иду с запада, то есть человеческой природы, которая прежде унизилась и была в густом мраке от греха. Пришел я и огонь извести и сделал жаркий день, ибо я есть мюг, теплый ветер и противоположен холодности севера. Поэтому и явился я из Вифлеема, который лежит к югу. Сказав это, Господь преподает им учения о достохвальном мире. Указав похвальное разделение, показывает и мир беспорочный. Именно говорит, когда соперник повлечет тебя в судилище, то еще на дороге всячески постарайся разделаться с ним. Или иначе постарайся освободиться. Разумеется, в таком смысле, что хотя бы ты и ничего не имел, но возьми взаймы под проценты и постарайся освободиться, чтобы тебе разделаться с ним, чтобы он не привел тебя к суде, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу, пока не отдашь и последние полушки. Господь говорит это с тем, чтобы оплатеневших привести в страх и побудить к миру. Он знает, что страх убытка и наказаний всего более смиряет оземленевших, и поэтому и говорит это. Разумеет эту речь и о дьяволе, ибо он есть соперник наш, поэтому мы, будучи еще на дороге, то есть в этой жизни должны постараться через упражнение добродетели освободиться от него и ничего не иметь с ним общего, чтобы на будущем суде он не предал нас судьи, ибо самые дела его, которые мы здесь совершали, предадут нас суду, а судья отдаст нас истязателю, и то есть какой-нибудь мучительной и злотворной силе и будет наказывать нас до тех пор, пока не получим должное из-за последней грехи и не исполним меру наказания, а так как мера наказания никогда не исполнится, то мы будем вечно мучиться, ибо если будем в темнице до тех пор, пока не заплатим и последней полушки, а заплатить ее мы никогда не будем иметь возможности, то очевидно, что казнь будет вечное. Комментарий Игнатия Лапкина Слова Христа это вечное семя, нетленное и непогибающее, которое падало на каменистую почву. Слушатели смотрели на Него, видели, как шевелятся Его губы, слышали Его дыхание, слова, сходящие с Его языка, на их родном языке, с их акцентом, ибо Он ничем не отличался от них, потому что пришел к Своим. Они имели уши, и слова выходили в их слух, но смысл и значение ускользали, и они постоянно спрашивали, что Он хочет сказать, о чем говорит Иисус из Назарета, к нам ли Он говорит это, или ко всем. Они делились своими впечатлениями друг с другом и делали вывод, не от Бога этот человек, он не такой, как они. Слова как, зачем, почему оплетали их души, застилали их взор. Поскольку Господь вел речь о проповеди и номиновал ее огнем и мечом, то очень вероятно, что слушатели, не понимая значения слов, его смутились. Эту фразу блаженного Феофилакта мы повторим не раз, чтобы зримо представить обстановку, в которой трудился Господь. Он вел речь осенней живого слова, а они смущались, как томилось его святое любящее сердце. Он говорил им и видел их помутненный разум, заскорузлые мысли, неразвитость мышления, отсутствие воображения. Его окружал чужой народ. Пиана 8, 43. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Слово не можете имели только один смысл. Не способны, потому что не хотите. Их мозг, разум был подобен булыжнику, которым выкладывается поверхность дороги. По их мозгам, по их ушам с детства катились колесницы архиереев и священников, которым они были преданы всей душой. Прихожане верят своим пастырем и не сверяют их слова со священным писанием. И что бы ни сказал священник, даже абсолютно не по слову Божию, прихожане всегда отвечают, спаси Христос, батюшка. Священникам это нравится. Что стоит ему махнуть рукой благословить? И людям это нравится? Такой хороший батюшка, так он любит нас. А вот такие любвисты, экономисты и есть губители душ. Иоанн Златоуст говорит, что если священник не накладывает епитемию за грехи, церковное наказание, отлучение, такой пастырь есть губитель, а не спаситель. Иоанн опять 44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Искать славу от Бога может тот, кто не только верит в Бога, но и верит в Слово Божие, то есть самому Богу. То, что есть Бог, это знает и сатана. Неверующие в существование в Бога хуже сатаны. Христос пришел в полноту времени, когда народ более всего был приготовлен к его принятию. Готов не в смысле подготовленности слышать, а по той тьме, в которой погрузилось человечество. Надежда на спасение почти у всех исчезла и царствовала ожидание Мессии Римлянам 5.20 А когда множился грех, стало преизобиловать благодать. И когда тьма огустела до беспросветности, тогда и наступила полнота времени, время прихода Спасителя на землю. Исайя 8.22 И взглянул вверх, и взглянут вверх, и посмотрят на землю. И вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму, но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Галатам 4.4 Но когда пришла полнота времен, времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Иоанна 1.11 Пришел к Своим, и Свои его не приняли. Проповедь Слова Божия это проявление любви к ближнему, так как спасение души человека есть самое ценное, что есть на земле, а через проповедь до людей доходит слышание Слова Божия, то нет ничего ценнее проповеди о жертве Христа, о его любви. Сатана это прекрасно знает, и в первую очередь старается оклеветать и убить сеятеля. Как правило, дьявол лютует против того, кто готовится духовно родить через проповедь новое чадо Христу. Откровение 12.4 Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Лютуя против Христа искуситель бросает весь арсенал, все свои засадные полки против проповедников Евангелия. Деяние 17.6 Не не найдя же их повлек ли и Асона и некоторых братьев городским начальником, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. Деяние 24.5 Найдя сего человека язву и общество, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной и представителем назарейской ереси. Деяние имени 7. И вот вы наполнили Иерусалим мучением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Иудеи не только не понимали, что Господь говорит о проповеди, но они, как служители тьмы, интуитивно чувствовали, что от проповеди зависит и их дальнейшее благополучие. Проповедь сокрушала не только идолов, но и иудейские заблуждения. Деяние 19-27 А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Они изливали реки лжи против проповедников и приходили в сильнейшую ярость, когда слышали о том, что Иисус угоден Богу Отцу и Он находится на небе. Проповедники это передовой авангард иеговы, против которых дьявол бросает в атаку самых презренных отщепенцев, даже среди своих клевретов. Деяние 22-22 До этого слова слушали его, а за 7-7 подняли крик, говоря, истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Деяние 7-57 Но они закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремлялись на него. Поистине демоническая ненависть у религиозных фанатиков тьмы и мракобесия против проповедников, против проповедующих Слово Божие, Дьявол, как правило, выдвигает самый мощный свой таран ложь и убийство, ибо он человекоубийца и лжец. Слыша проповедь Евангелия, он бросается подобно разделенному льву на благовестников в лобовую атаку. И в первую очередь он делает это через священнослужителей, служителей алтаря. Весь Новый Завет переполнен подобными свидетельствами. Евреям 13-8 Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Дух Святой и сегодня и в 21 веке ищет соработников на Ниве Божией, тех, которые не советуются с плотью и кровью, но слушают голос своего Искупителя Иисуса, и дьявол вчера и сего дня тот же, и тактики свои по отношению к проповеди не меняет. Пусть любой православный батюшка еще раз перечитает вслух перед своей паствой вот эти слова блаженного истолкователя Священного Писания, глубоко уважаемого ими болгарского архипасторя. Поскольку Господь вел речь о проповеди и номиновал ее огнем и мечом, то очень вероятно, что слушатели, не понимая значения слов его, смутились, кавычки закрыты, понимают ли они сами и их паства, что не проповедуя другим вот это истина, православное понимание Библии, и даже не воюя против проповеди, они делаются с родственными, с теми, кто окружал Христа, что у них нет ни огня и ни меча, и слово их мертво, мертво, и никого не может оживотворить. Иеремия 23-29 Слово мое неподобно ли огню, говорит Господь, и неподобно ли молоту разбивающему скалу? Ефесянам 6-17 И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Евреям 4-12 Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча бою до острова. Оно проникает на разделение души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Откровение 19-15 Из уст же его исходит острый меч, чтобы поражать им народы. Бедное православие, какое горе еще ждет тебя за противление проповеди Иисусовой, за то, что пастыри держат в египетской тьме свою паству. Ситуация может изменить только проповедь, притом живая, с глубокой верой проповедующего. Все. Спасибо, малинечка. Спасибо.